В этом видео Я вообще такого даже близко не ожидала Фегментация! Огромная карабель! О боже, что это за ресницы? Это что? Это как вообще работает? Я не понимаю И ты уже просто привыкла к какому-то вечному разочарованию? Всем хай! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы себе просто не представляете, что у меня есть У меня тут просто огромная карабель, понимаете? Вот когда человек делает проверку в косметике И делает ее осознанно Здесь я не знаю, сколько миллионов килограмм косметики Скороми, Май Мелоди, Хеллоу Китти Просто зацените как бы количество всего, что здесь есть Да в этой коробке можно поместиться Если бы я сейчас была на той хате, где у меня коты Вот коты бы уже задоминировали это пространство Я в восторге! Я не знаю пока что, что сказать, но эти упаковки Они разбивают мое сердечко на миллион осколков Это слишком прекрасно, чтобы быть правдой Еще тут есть носки Потому что правильные люди носят правильные носки Ну ладно, давайте обо всем по порядку А то слишком хаотик, слишком много контента Если вы думаете, что это все, это не все Продолжение Та-дам! В общем, в этом видео я подумала и решила, что мне следовало бы сделать обзор на проверку соду в коллаборации с Андрео И как вы поняли, что-то пошло в такой момент не так И я решила, что мне нужно все Мне всегда нужно все Или ничего Поэтому у меня тут все Присаживайтесь поудобнее, видео будет долгим Время чая Николай, вот ваш чай У нас все сегодня в черной сиреневой гамме И чашку тоже Хочу вас правильно заваривать чай Чтобы вы тоже могли заваривать себе чай перед просмотром Ибо контента у нас будет очень много И к этому нужно подготовиться Выпьем за коллаборацию с Андрео Если честно, я вообще не понимаю, с чего начать Потому что количество косметики невероятное А еще, что мне очень понравилось В наборе в этот раз были вот такие вот сеты И здесь, короче, сразу целая куча всего То есть ты можешь купить и вообще с чистой совестью подарить какой-нибудь своей подружке Вот такой вот набор Выглядит, честно, потрясающе Из всех вот коллабораций, которые я видела Между Андрео и косметическими брендами Это определенно от соды самое Ну, по крайней мере, визуально точно лучшее Для наглядности посмотрите на продукты с Андрео Из моего прошлого обзора 3 года назад Я думаю, вполне очевидно, что выглядит дороже и богаче Пока не знаю, что у них будет по качеству Но мне безумно нравится все И я думаю, что не найдется ни один человек, который бы с этим поспорил И, кстати, да, мне нравится то, что коллекция полная Потому что обычно, когда ты смотришь на коллаборации с какими-то, ну, брендами То, как правило, это буквально 3-4 продукта Из серии, там, помада, тени в основном Ну, и что еще добавляют Ну, могут хайлайтер добавить Спасибо! Здесь же просто все, в том числе кисти То есть можно сделать максимально полноценный макияж И мне это безумно нравится Одним словом, я правда в восторге Мои глаза тупо разбегаются Потому что я вообще не знаю, вот что мне выбрать Ладно, короче, давайте начнем, наверное, с тени Посмотрим, что они нам предлагают А с этим потом Потому что я в шоке Да Распаковка Первая палеточка Это палеточка от My Melody И внутри очень красивые оттенки Действительно в цветах этого персонажа Здесь у нас, значит, есть и базовые оттенки Что очень здорово Потому что можно сделать себе базовый макияж и растушевку Есть шиммерные и есть яркие Мне кажется, по балансу тут все очень здорово А еще особый прикол в том, что здесь есть зеркало Пожалуйста, Colourpop учитесь делать зеркала Потому что, по сути, это картонная упаковка Очень красивый дизайн имеет Достаточно большой объем теней И здесь еще зеркало Я, вот честно, в восторге Вы знаете, какая это для меня Огромная боль, когда ты покупаешь какие-то невероятно красивые коллаборации А внутри нет зеркала А здесь зеркало есть Какое-то прекрасное Поехали дальше Hello Kitty Hello Kitty, конечно, очень неожиданные для меня цвета Вот так вот, если на первый взгляд посмотреть Если на второй взгляд То есть сначала, знаете, я подумала В Hello Kitty красный цвет Откуда он? А потом я вспомнила, что в оригинале же Ну, как в оригинале, в базовой версии Hello Kitty Красный бантик, красное платье Поэтому, да, все очень логично Все очень продумано И это мега здорово Ну, название тоже отсылает у нас к вселенной Hello Kitty Типа, Kitty Cafe, которое действительно существует Потом Милые вещи Яблоко, что является, типа, ну, основной едой Hello Kitty Потому что я всегда на артах изображение яблочка Короче, очень круто, очень классно Просто очень не буду делать это потом Ну, и, конечно же, главное, на мой вкус Звезда этой вечеринки Это Куроми, конечно Кстати, мне нравится, что здесь еще продумана Не только передница упаковки Но также и боковина Потому что, смотрите, здесь маленькие черепки Как у Куроми на голове находятся И открываем Кажется, со своим фаворитом И с палеткой, которой я буду пользоваться Я определила Здесь все достаточно просто Будем делать макияж под Куроми И да вот так выглядят тени от Соды А вот так тени, которые я тестировала Три года назад просто что-о Кстати, в своем телеграм-аккаунте Я спросила, какой сделать мне макияж на обзор этой косметики Вы скинули мне вот такой вот образ Спасибо вам огромное Собственно, его мы будем сегодня делать И этой палетки нам будет прям вообще более чем достаточно Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал Чтобы ничего не пропустить А еще по итогу этого видео Я соберу вам огромную коробку Из того, что у меня здесь будет не раскрыто Чтобы устроить розыгрыш Он будет в телеграм-канале Поэтому обязательно подписывайтесь Я буду вас там у себя ждать А победит во всем этом просто Самый активный юзер моего телеграм-канала Все очень просто Подписывайся Продолжаем распаковку И вот так вот выглядят кисти Очень-очень красивые упаковки Безумно качественная печать А я потом, кстати, шарю Очень круто выглядит Мне даже нравится то, что Оконцовка вот этих вот кистей Она не белая, как это делается обычно А светло-сиреневая То есть, опять-таки, отсылает нас к уроме Так, сейчас я быстро распакую все кисти И приступим к макияжу Эх, эти упаковки мне так жарят И вот такие кисти мы получаем Просто невероятная красота Какая кисть вам нравится больше? От Хеллоу Китти или от Куроми? Голосуем в социальный опрос Кстати, кто ваш любимый персонаж из Санрио? Их очень много Мой ожидаемо это Куроми А еще мне нравится недовольный пингвин Моя основная боль, с которой я всегда переживаю Это то, что нет базового цвета Здесь базовых цветов сразу два Собственно, один из них я сейчас и буду использовать для того, чтобы сделать себе подложку В качестве базы использую вот такой вот розовый оттенок Который называется Сахарные сладкие сердечки Я так понимаю, что это отсылка к какой-то сладости Потому что буквально есть такая конфетка Она вот так вот выглядит Растушевываем по всему верхнему веку Я думаю, стоит ли мне что-то здесь говорить Потому что очевидно, что цвет достаточно пигментированный Несмотря на то, что это буквально суперсветлый пастельно-розовый оттенок Он самую малость пылил, когда я его набирала Но в качестве такой пигментации Мне, в принципе, такие моменты не смущают Но я думаю, что они мало кого смущают, на самом деле Когда ты получаешь вот такой вот результат без подложки, без всего А как вы знаете, я не пользуюсь подложкой Блин, честно, оттенок просто уничтожения И я вообще такого даже близко не ожидала Нет, тебе серьезно Он реально очень яркий Жесть Следующий оттенок, который я буду тестировать, чтобы повторять этот макияж Будет вот этот Так, двойные неприятности Надеюсь, название себя не оправдает Это тот самый случай, когда лучше бы не надо Тенек этот теперь наносим примерно на центр моего верхнего века И здесь тоже все отлично Стоит ли мне что-то говорить, по-моему, и так все видно Офигеть Абсолютно точно это стоит покупать Даже не только ради упаковки Как минимум эту палетку, да И кисти тоже, да Блин, кстати, знаете, я вот сейчас думаю о том Вообще, откуда я узнала о Hello Kitty И я вспомнила, что когда я была маленькая Я еще жила в Индонезии И там реально шли какие-то мультики Я их, правда, очень-очень смутно помню Потому что их просто периодически где-то показывали Вот, и там были всякие прикольные штуки с Hello Kitty А еще я помню, что мама мне покупала постоянно Всевозможные какие-то мерчи с ней Потому что она очень нравилась моей маме Ну, нравится, наверное, по сей день, я не знаю Вот, и я прям помню, что я была не позером Еще с самого раннего детства А вы откуда узнали о Hello Kitty Или, может быть, вообще изначально узнали только о Куроме И потом узнали о том, что это целая вселенная с Анрио Люди, которые делают коллаборации Вот делайте вот так вот Если я хочу сделать макияж Куроме Я могу сделать макияж Куроме А то вот как недавно В косметике Наруто Вроде как бы все прикольно А сидишь и миллион лет думаешь Вообще, что из этого сделать И какой тут тебе Тут и ни Саски, и ни Наруто, и ни Гара И вообще не все на свете Мне, конечно, косметика Наруто тоже понравилась Просто потому, что косметика с Наруто была Но я не могу сказать, что я в каком-то гига восторге пребывала А вот здесь, вот я могу сказать совершенно обратно Объясните, пожалуйста Вот такая вот пигментация теней Это вообще легально? Это что? Это как вообще работает? Я не понимаю Слушайте, ну что теперь можно сделать Чтобы повторить дальше этот образ? Ну, значит, вопрос с бровями Для этого тоже беру кисть Просто их сейчас расчешу Я вообще не фанат того, чтобы рисовать черные брови Но так как для образа здесь все будет нормально Я могу себе в этот раз такое позволить Кстати, такой вопрос дня, пока я крашу брови Скажите, пожалуйста А чем вы обычно сами себе брови красите? Помадкой, фломастером, может быть, тенями Вот какой у вас вообще прям самый любимый бровяной продукт? Раньше у меня это была определенная помадка Я всегда красила брови помадкой Потом это был фломастер Сейчас я как-то в последнее время подсела на тени Поэтому даже сейчас в этой палетке, когда я крашу свои брови, блин, черным Ну, кстати, согласитесь, выглядит хорошо Мне все комфортно и нравится Как-то так Конкретно у меня сейчас подводки нет Поэтому я воспользуюсь моей обычной Нарисую стрелку и к вам вернусь Вот что предварительно у меня получилось Мне безумно нравится, как это выглядит Просто уничтожение Слишком хорошо, чтобы быть правдой После этого я иду писать видео на ТНТ для K-pop Time Так что я думаю, что страна буквально должна знать Как выглядит современный актуальный макияж от Куроми В коллаборации с Ода и Санрио Вообще класс, литуаль супер Вот так вот выглядят кремовые румяна Просто оцениваем упаковки от одного до миллиона на миллион Потому что меньше оценить нельзя, я запрещаю Здесь еще фирменные стикеры вместе с My Melody Так как эти румяна у нас My Melody И, собственно, вот такая вот упаковка Выглядит невероятно потрясающе Это просто so cute, so kawaii Здесь у нас, ну, такой более базовый цвет Немножко кирпичный Я такой оттенок люблю, но не уверена, что сегодня мне он подойдет Пигментация! Это что? Пигментация! И теперь достаем Куроми Мне так нравится то, что внутри всегда дают наклеечки Это просто восторг Собственно, вот такие вот наклеечки дали в румянах от Куроми Вот такие от My Melody Мне немножко помялось, но это ничего страшного Красота вообще А здесь совершенно уже другая упаковка Ну, в плане по цвету Потому что если здесь она была у нас такая розовая с голубым То здесь, собственно, она сиреневая с розовым Так, и здесь у нас по оттенку Из-за чего-то я слишком много нанесла аппетпродукты Но цвет красивый Я думаю, что в целом он может нам сегодня сюда и подойти Он холодный, он немножко розово-сиреневый и серый Это сиреневый Куроми оттенок Он прекрасно растушевывается, он не оставляет пятен И он дает то самое невесомое, но при этом достаточно яркое покрытие Мне нравится Сейчас опять будет целая куча комментариев Тебе нравится и только хвалишь, да, ребят? Иногда такое случается, что мне просто нравится Не, классно, вообще пипец Чисто вспоминаю вот эти вот все альтообразы Уровня Ядин Инсайд, мне 9 лет Ядин Инсайд Что скажете? Как вам такая техника нанесения румян? По мне шикарно А сейчас я вот думаю, какую палетку использовать Эта палетка у нас больше идет в румяна палетка от Hello Kitty Эта палетка у нас идет больше в контуринг и хайлайтеры Я думаю, что по оттенку для контуринга мне вот этот подойдет больше Поэтому буду я сейчас использовать его В качестве кисти для контуринга я тоже использую кисть от Hello Kitty На первый взгляд, честно говоря, в палетке, когда я увидела вот этот оттенок Я подумала, что он, наверное, будет желтоват Но сейчас я кражусь и, честно говоря, мне нравится Потому что он выглядит очень естественно И при этом дает такую легкую, ну, нейтральную тень Теперь приступаем к контурингу носа Все то же самое использую Что-то такое пока получается Я думаю, что добавлю еще немного румян Причем добавлю прям пальцем вот из палетки И сейчас нужен, конечно же, будет еще бахнуть хайлайтера Чтобы наверняка У меня есть такой хайлайтер, но есть еще целая куча палеток других Я думаю, что будет интереснее открыть что-то новенькое Посмотреть, какие там вообще хайлайтеры Потому что это еще к тому же интересно Мне кажется, что от Куроми самое логичное было бы видеть Какой-нибудь серо-сиреневый серебристый хайлайтер Что-то такое вот я сейчас и жду Нифига что! Он розовый! Офигеть, вот это я не ожидала Хайлайтер от Куроми Розовый Ладно, мы сейчас все равно бахнем его на нос Но я удивлена Я, честно, не знала У меня шок Хайлайтер Hello Kitty Открываем, что здесь будет И золотой Ну вот это вот реально необычный выбор Потому что я ожидала чего угодно Ну, ладно Я никогда не пробовала настолько яркий розовый хайлайтер Но я думаю, что если я добавлю себе куда-нибудь сюда на нос Никто не умрет На верхнюю губу тоже вот сюда вот Я обычно так никогда не делала Но мне кажется, что в данной ситуации это будет уместно Потому что у нас будет такой черный сиреневый градиент на губах Чтобы сделать полностью референс Хайлайтер реально крутой Он еще немножко золотинка идет, но выглядит прикольно Конечно же сюда должен пойти какой-то обычный хайлайтер Серебряный или базовый Иначе не получится создать такого эффекта, который я хочу А, ну в целом вот то, что я и хотела Тот самый серебристый а-ля базовый хайлайтер Который я использую на кончик носа Очень красиво И очень блестяще Прям совсем блестяще, я бы даже сказала Не, ну это вообще как-то нелегально круто Ваше мнение, дамы и господа Просто чума Нет, эта палетка определенно останется одним из моих фаворитов На данный момент слишком хорошо Как у вас сияет, конечно, носик Круто Мне очень нравится, как получилась растушевка теней Это вообще нереально Мне очень нравится И хайлайтер мне нравится У него консистенция Но я не знаю, как ее описать Знаешь, она как будто бы немножечко гелевая Но в то же время она не гелевая И я не понимаю Я правда не понимаю У меня тут еще есть какой-то глиттер-гель Распечаточка И... Ух ты Стикеры уважаемые Я буду класть их сюда Собственно, вот такой вот глиттер-гель от Hello Kitty Мне кажется, это вообще идеально будет Чтобы на Агюсаль это все наносить Красиво И еще один глиттер-гель от Куроми Короче, он будет сиреневый И, кстати, упаковки отличаются Смотрите, стикеры отличаются Ну немного, но они другие И здесь такие достаточно прям большие блестяшки Я думаю, что мне какие-нибудь губы это нанести было бы вообще славно У меня есть еще вот такие вот жидкие кремовые тени И они, смотрите, какие крутые Так, снова у нас наклеечка И вот такие вот тени Буквы, конечно, значит, совсем чуть-чуть Давайте блестяшки Вот такая вот красота Что ж, давайте теперь нафлеем ресницы И сделаем губы Файнали Собственно, ресницы у меня находятся вот в такой вот коробочке И вот так вот они выглядят Они немножко с розовыми оконцовками У меня уже был один опыт не очень удачного использования подобного плана ресниц Надеюсь, что эти будут лучше Потому что ресницы с розовыми могут выглядеть как грязь на глазах Вот серьезно Это выглядит как будто бы странно Перед этим накрашу ресницы тушью Люди все еще делятся на две категории И первая категория людей Это которая наносит тушь до того, как наклеит ресницы Вторая, после А третья и до и после Вот как вы обычно работаете с накладными ресницами Что ж, погнали Сушим, 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 сушим Прикладываем Вроде норм, вроде норм Надеюсь, я нормально не приложу О, боже, что это за ресницы? Они просто гигантские Охренеть, это что? Оооо, 4D Они выглядят лучше, чем Барби, если честно Они выглядят вообще не то, чтобы лучше, чем Барби Барби выглядели оборотительно А это потрясающе круто, великолепно Я в восторге Вот так это выглядит Понятно вам всем? Понятно вам Короче, прикол в том, что когда я тестировала косметику Барби Я не знаю, вышло это видео уже на моем канале или нет Там тоже были ресницы, они были черно-розовые, но там был такой странный розовый и такой странный изгиб у ресниц, что там казалось, как будто бы они, знаете, просто тональненькие или в грязи. Это просто какая-то хрень получилась. А здесь же, ну вы мне сами скажите, как выглядят эти ресницы, потому что, по-моему, прекрасно. Помада. Есть нечто черное с названием имп. Прекрасно, я уверена, что это будет буквально черная помада. Я думаю, что к черной помаде нам, полюбас, нужно что-то еще. Так, распаковываем. Блеск для губ от Куроми. Все блестит, переливается. Красиво, пипец. Доки-доки Ями. Угораю с названия. Не все поймут, но кто поймет, парофлик. Это внезапная отсылка. Поехали дальше. Значит, вот такая вот, вау, очень красивый цвет помады от Клоу Китти. Называется Лаули Боу. Миленький бантик. Типа миленький, там немножко другое значение, но смысл передала. И поехали теперь вот эту вот помаду, которая очень интересная название имп. Идея должна быть надеяться, что черная. И да, конечно же, она черная. Охренеть, охренеть, реально сделали черную помаду. Ну, типа, это, знаете, вызывает максимальное уважение с точки зрения того, насколько сильно запарились в этой коллаборации. Потому что черная помада, ну, согласитесь, вещь не самая нужная. Даже у меня, по-моему, только одна черная помада. Вообще их в рассылках даже никогда не бывает. А тут продается черная помада. Это очень круто. Это просто охренеть. Прекрасный светло-розовый вот такой вот... А, это не тинт. Это масло для губ от My Melody. Кстати, я думаю, что я именно им сейчас и буду воспользоваться, потому что цвет мне нравится. Не знаю, будет оно цветным или не будет цветным. Ну, давайте посмотрим. И на него набахаю, собственно, черную помаду. По вкусу очень вкусно. Не могу понять, что это такое. Это вкус буквально, знаете, что? Леденца карамели. По вкусу вкусно. Надеюсь, черная помада будет класс. Я наношу ее внимание на масло. Крутая, да. Реально крутая. Мы тут... Ааа, да, вот настолько крутая. Ну, немножко подбили зубы, бывает. Уберем что-то все. И мне очень нравится наносить на масло, потому что получается полупрозрачный эффект. Выглядит круто. Мы заходим за контру, конечно же. Она пахнет ежевикой. Огнище. Это определенная победа. Собственно, что могу сказать про всю эту косметику? Вот честно, я давно не была в таком восторге от какой-то косметической коллаборации. Это реально прекрасно. Это реально стоит вашего внимания, желания. Все то, что я сегодня протестировала, мне понравилось. Не было ни одной вещи, которая бы вызвала у меня вопросы. Собственно, осталось теперь только подобрать для вас всевозможные подарки. И выложить их в свой телеграм-канал. Но я думаю, что этим прямо сейчас я ими займусь. Я думаю, вы уже понимаете примерно, что у нас сегодня стоит на кону. Поэтому, ребятки, ну, что я могу вам сказать? Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И пишите, какую бы еще косметику вы хотели, чтобы я проверила. А я вот в таком Куроми-образе пойду делать Куроми-фотки. Смотрите мои другие видео. Палеточка с Куроми. Ахер, это что? Она запах очень странный. Серьезно, да? Палетка очень сильно пылит. Вот прям, если совсем честно, пахнет прям силиконом, знаете, таким жидким. Просто кринжач. Проверка косметики покемона.